Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео о чечевице. Вы узнаете, почему это лучший из бобовых, состав, какую чечевицу стоит есть, как готовить и многое другое, ну а теперь все по порядку. Есть несколько сортов, типов чечевицы, самое полезное по составу из которых черная. К бобовым культурам относятся такие продукты, семена, как соя, бобы, фасоль, горох, нут, маш, чина, арахис, да-да, это не орех, а именно боб, и чечевица. Разумеется, это основные, есть и другие виды. Но нет никакого смысла есть все это разнообразие, а есть смысл есть только чечевицу, ну и горох еще иногда. Почему? Вы узнаете это из этого видео, смотрите его до конца. Важная информация будет не только в начале. Во время археологических раскопок на Ближнем Востоке были найдены семена чечевицы, возраст которых превышал 8000 лет. Главными мировыми экспортерами в наши дни этих бобов являются Индия, Турция, Канада, Китай, Сирия, выращивают чечевицу и в России. И есть даже био. Правда био выращивает мало кто, но об этом в конце видео. А чечевица, дорогие товарищи, это богатый источник очень многих минералов и фосфора, и кальция, и железа, витаминов группы В разных, причем от В1 до В9. В чечевице очень высокие запасы молибдена. Содержит она много фолиевой кислоты, это витамин В9, а также фосфора, меди, марганца, магния, цинка и калия. Но правда, наличие минералов зависит от почв, на которых выращена эта чечевица. Если в почве мало микроэлементов, то и она будет содержать в своем составе тоже мало. Но теоретически, генетически, природно она может впитать в себя все эти минералы и отдать их вам. Чечевица есть красная, зеленая и черная. Соя, конечно, превосходит чечевицу по некоторым показателям, но усвоение белка самое высокое из бобовых именно в чечевице. А соя же может негативно повлиять на гормональный фон в связи с содержащимися в ней мощными фитогормонами. Ну а также соя сейчас поголовно-генномодифицированная. Не вся, но большинство. А вот содержание белка в чечевице предельно высоко. Более чем до 25 грамм на 100 грамм продукта. А это очень много. Больше, чем, скажем, в мясе несчастных коров. Особое внимание. В чечевице есть все 9 из 9 незаменимых аминокислот. Вот так-то. А еще говорят неучи-врачи и биологи, ну неучи-кто такое, говорят, что есть полноценные белки, то есть мясные животные, в которых есть все 9 незаменимых аминокислот. Ну раньше считалось 8. А оказывается, конечно же, это ложь. Многие растительные продукты содержат все 8 и даже все 9. Итак, какие 9? Перечислю. Это содержат чечевица. Валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, дистидин и трептофан. Ну и, конечно, все остальные, то есть 26 аминокислот всего. Но здесь главное, что надо есть старые сорта и, конечно, органическую чечевицу, впрочем, как и горох. То есть без химии и с высоким, конечно, в идеале содержанием питательных веществ. И знаю, что меня многие спросят, наперед скажу, купить такую чечевицу органическую, полноценную, еще можно. И под видео этим я оставлю ссылку, где можно купить такую чечевицу. Углеводов чечевица содержит мало, и это хорошо. Знайте, что чечевица способна стабилизировать в нашем организме два важных показателя в крови. Это глюкозы и холестерин. То есть привести их в норму. Для лиц с инсулинорезистентностью, с метаболическим синдромом, с гипогликемией, с диабетом второго типа, эта культура полезна в качестве вещества, стабилизирующего баланс глюкозы и инсулина в организме. Прием чечевицы при уменьшении потребления любых сладких продуктов, а это очень важно, всегда снижает уровень глюкозы и инсулина в крови. Более того, примерно на 12-15% те, кто регулярно потребляет чечевицу, скажем, 3 раза в неделю, у них уменьшается концентрация липопротеинов низкой плотности, именно вот того самого плохого холестерина. Кстати, овес по белку содержит до 17%, а гречка до 13%. Пищевых волокон больше всего в ячмене. Могу видео про ячмень сделать, если хотите. Напишите под видео, стоит или нет. Ну, про пшено и глазерный овес я уже делал, и, может быть, продолжу эту рубрику. Но это зависит от желания зрителей. Ну, интересно или нет? Еще особое внимание. Калия, очень важного минерала, а именно макроэлемента, так важного для сердца, в чечевице до 700 миллиграмм на 100 грамм продукта. Это практически рекорд. Но, говоря о 100 граммах, имеется в виду всегда на сухое вещество, понимаете? Не намоченное в воде, а когда берется крупа или бобы, сушеные. Итак, по незаменимым аминокислотам из всех зерен, круп, бобовых, более всего в чечевице и овсе. Напоминаю, я уже делал видео про особый, голозерный овес и о пшене. Кстати, чечевица защищает от дефицита гемоглобина. Она уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Почему? Ну, в первую очередь, это связано с высоким содержанием в чечевице фолиевой кислоты, витамина В9 и магния. Дело в том, что витамин В9 помогает снизить уровень гомоцистеина. Это такая аминокислота, которая обычно образуется при дефиците В12 и является одним из основных факторов развития проблем с сердцем, в том числе инфарктов. В чечевице много серы, а это очень важно для выработки, во-первых, гормона серотонина. Это положительно сказывается на работе нервной системы, а также сера важна для молодости кожи, для ее эластичности. Итак, чечевица важна для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Она борется с повышенным плохим холестерином. Ну, а если, кстати, добавить в рацион питания псиллиум, и о нем видео у меня недавно было, вот это видео, то плохого холестерина не будет, то есть у вас будет, у кого повышен плохой холестерин, он будет снижаться. До нормы. Еще очень важный момент. Безусловно, потребление чечевицы укрепляет иммунитет. И она содержит такие вещества, как изофлавоны, которые, это научный факт, подавляют рост раковых клеток. Даже после термообработки, вот эти вещества, именно эти, сохраняются. Например, витамин С разрушается, витамины группы В, большинство из них сохраняются, изофлавоны точно сохраняются. Чечевица, разумеется, благодаря клетчатке особой своей, является прекрасным пробиотиком для наших симбиотических кишечных бактерий. При этом сахар в крови не повышается. Ну, конечно, проращивание чечевицы и потребление проростков, это самый лучший вариант. А как правильно варить, что делать перед этим, чуть далее расскажу. Так вот, по клетчатке она содержит одновременно и растворимую, и нерастворимую, то есть все виды. Нерастворимая клетчатка поглощает жидкость, набухает и, попадая в кишечник, способствует быстрому выведению переработанных продуктов жизнедеятельности. А растворимая клетчатка превращается в желеобразную субстанцию, благодаря которой надолго сохраняется ощущение сытости, ну и к тому же она является пищей для наших симбиотических кишечных бактерий. Теперь пару слов о вздутиях и газах. Знаю, такое будут писать, захотят говорить. Пожалуйста, слушайте. В чем здесь ошибка? Не в том, что бобовые сами по себе вызывают сдутие газа брожения. Нет, конечно, а вызывает брожение именно смешивание этой пищи, то есть бобовых, например, любой пищи, содержащей высокий процент белка, с цехарами. И вот тогда идет брожение. Поскольку в чечевице белка много, смотрите мое видео в этой связи, раздельное питание, и вы все поймете. Не ешьте 2-3 часа до и 2-3 часа после чечевицы, ничего сладкого. Но вообще сладкое все вредно, лучше его не есть вообще, то есть сахара. Кстати, на кето-диете в этой связи чечевицу есть можно. Но, конечно, считайте сахар в любом случае, чтобы общее количество сахара из всех продуктов, которые вы съедаете за сутки, не было более 25-30 грамм. Помните, что на 100 грамм чечевицы есть 2 грамма быстрых углеводов, то есть сахаров чистых. Ну, а общее количество углеводов чечевицы невелико. Кстати, менее всего из всех бобовых. Ну, а гречка и овес, к примеру, вообще не содержат быстрых сахаров. Но углеводы вообще, разумеется, содержат. Стоит ли есть чечевицу? Да, конечно. А вот какую сейчас поясню. Буквально 2 минуты моей рекламы, важной для всех. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Итак, стоит ли есть чечевицу? Конечно, да. А вот какую? Только без химии. Поймите, название, вот название продукта – это еще не суть, это вообще ничто. Помните это. И здесь некий тоже симбиоз. Во-первых, вы узнали важную информацию. Возможно, я дал вам задуматься над очень важным чем-то, да? И вы можете меня отблагодарить за мою ценную информацию и при этом принести себе, себе самому пользу. Купив у меня лучшую экологически чистую с сертификатами био, имеющую полноценный минеральный состав, так как почвы, на которых она выращивается богатой, на этих полях применяется, севооборот, качественную чечевицу. Если вам дорого ваше здоровье, то вы можете перейти под этим видео по ссылке, найти, купить эту самую чечевицу, зайти в раздел, посмотреть наши бобовые, ну, заодно там есть и крупа, и мука на этом сайте, и приобрести все, что вы посчитаете нужным, в том числе вот чечевицу – зеленую, красную и самую уникальную и полезную черную. И мы отправим ваш заказ в любой город России и любую страну мира. Теперь еще очень важный момент. Кто-то скажет, ну, а как же лектины, то есть те самые белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме, и как же фитаты, ну, та же фитиновая кислота, как быть с этим? Скажу вам так, да, они там есть, но среди бобовых самое низкое их содержание именно в чечевице, ну, потом уже в горохе. Хороший горох тоже органически можно иногда есть. И к тому же помните, что исторически те народы, которые обитают на определенной территории и едят определенные продукты даже с лектинами, постепенно именно к этим продуктам, к этим белкам-лектинам наблюдается определенная приспосабливаемость организмов. Ну, как, например, у индейцев с поеданием ими, в том числе кенуа, который очень богат лектинами и вызывает проблемы у многих европейцев. А у них нет. Так и у европейских народов с чечевицей, особенно у русских. Итак, польза превышает вред. К тому же можно уменьшить количество лектинов и фитиновой кислоты. Как? Первое, проращивание. При проращивании сложные вещества распадаются на более простые, а витамины синтезируются многие. Это самая большая польза. Второе, замачивание перед термообработкой, то есть перед варкой, тушением, обязательно на 12 часов примерно, ну, на ночь замачивать. Она набухает, начинается преобразование сложных веществ более простые. Ну, а того же глютена, разновидность лектинов в бобовых, как вы понимаете, я надеюсь, нет. Кстати, их нет и во все, и в пшене, а также в твердых старинных сортах пшеницы даже нету глютена. Ну, вот, например, в полбеспельте. Кстати, сделать о них видео или нет смысла? Напишите под этим видео, не поленитесь. Зачитаю одно маленькое письмо. Пишет человек, уже 10 лет питаюсь чечевицей, я и моя семья, и по всем показаниям в анализах все идеально. Это прекрасный заменитель мяса, особенно если проращивать. Здесь сразу должен сказать, некорректно говорить о замене мяса, ведь мясо не свойственный как виду для человека продукт. Нельзя заменять то, что неестественно. В плане белка, о чем всегда врачи говорят по замене. Да, если так говорить. И вначале я это пояснил. Так вот, если проращивать, хорошо уменьшает уровень фитиновой кислоты. Верно. Прекрасный продукт. Если не тратить деньги на всякую мусорную еду, питаться правильно, то это еще и выгодно. Безусловно. Но вообще я хочу вам, дорогие друзья, сказать, что здоровье, это всегда выгодно. И это не трата денег, а это вложение в себя, в здоровье свое. Сколько людей тратят денег на всякую гадость, о чем тут говорить. Так, про готовку. Кстати, вы обязательно посмотрите мои лекции по лекарственным растениям. Целый плейлист на моем ютуб канале существует и отдельный плейлист по грибам и лечебным грибным препаратам. И это будет весьма поучительно интересно. Ссылки я оставлю под этим видео. Зеленая чечевица, в отличие от красной и черной, наиболее твердая. Она дольше разваривается. Она медленнее мягчает. Ну вот, чем красная. К примеру, я рекомендую, потому замачивать водой обязательно, заранее. Ну, как я это советовал делать с пшеном и овсом в моих соответствующих видео. Ссылки под видео будут. Хотите, я сделаю видео про правильное приготовление чечевицы. Ну, может быть, рецепты какие. С сохранением именно большинства полезных веществ. То есть и про проращивание, и про правильную готовку. Единственное, что я здесь скажу, кроме того, что надо предварительно замачивать, надо варить при низких температурах, например, в медленно варках. Ну, есть такие вот скороварки с функцией низких температур. Но дольше по времени. Либо у кого есть выстывающие русские печи раньше клали, вот когда прогорят дрова, и вот она начинает остывать, то есть томили ночью, в этом случае утром, замачивается к вечеру в горшок и в выстывающую печь. Тогда при низких температурах и много питательных веществ остается, и она разваривается, разумеется, хорошо, и вкусно, и полезно, что называется. Ну что ж, дорогие товарищи, я надеюсь, вам видео понравилось, было полезно. Все, что необходимо, я оставлю вам под этим видео для более полного изучения и для удобного нахождения ссылок на то, о чем я говорил. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки, ссылка будет в описании. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.